Приветствую вас дорогие друзья! Сегодня у нас юбилейный 10 выпуск передачи Читальная изба и хотелось его посвятить франшизе Чужие, а точнее ее официальным новолизациям. Итак, первой на очереди у нас идет новолизация фильма Чужой от Алана Дина Фостера, написанная им по окончательному варианту сценария за авторством Дэна О'Беннона и Рональда Шусетта. Мы рассмотрим одно из первых русских изданий 1993 года в рамках книжной серии бестселлеры Голливуда, в переводе Елены Калининой. Роман имеет ряд отличий от оригинального фильма и даже специальной версии 2003 года от Сэра Ридли Скотта. Любопытный факт, в 2014 году вышло второе издание этой новолизации с рядом правок и, видимо, эту версию выпускало в 2018 году издательство АСТ на русском языке. Если кто читал именно издание АТСТ, то поделитесь этим в комментариях. Однако гораздо интереснее будет посмотреть на первоначальную версию. Рассмотрим ряд отличий от итогового фильма. Первое, что бросается в глаза — капитан Даллас, Кейн и Ламберт не находят на корабле пришельцев останки космического жокея. Хотя Википедия и пишет нам следующее. Даллас, Ламберт и Кейн на пути кораблю жокеев должны были пройти мимо скалы, в которую заключена окаменелась самого жокея. Они этого не замечают. Но это замечает Эш на своем мониторе. Сохранился концепт-арт самой скалы. Но снималась ли сама сцена, достоверно неизвестно. Дополнительно известно, что студия изначально не хотела строить декорацию кресла с жокеем, посчитав слишком расточительным строить такую большую декорацию только для того, чтобы показать в кадре на две минуты. Поэтому скала была задумана как альтернатива, так как Ридли Скотт очень хотел показать жокея. Когда же студия согласилась на первый вариант, то идея со скалой была отменена. Но, как мне кажется, сама фигура космического жокея это переработанная декорация из такой незаконченной первой попытки экранизации Дюны, над которой как раз таки работал художник Ганс Рудольф Гигер. И по этой причине был приглашен для работы над Чужим. Следующее отличие заключалось в том, что у Чужого были полноценные глаза, как изначально и предполагалось. Но во время начала съемок от этой идеи решили отказаться. Стоит отметить, что Ламберт не кидалась на Риплю с кулаками, а между ними происходил следующий диалог. К зрителям в коридоре присоединилась Риплю. Ламберт смерила ее долгим жестким взглядом. «Ты чуть не оставила нас там, и главное Кейна. 24 часа должны были мы сидеть и ждать с этой штукой на его лице. А ведь наступила ночь», — сказала она с упреком. Нарожение лица ее было красноречивее слов. Паркер, который казалось последним должен был встать на защиту помощника капитана, недовольно прервал штурмана. Неизвестно, может она и была права. Она действовала по инструкции. Он махнул рукой в сторону светящейся ниши аутдока, где неподвижно лежал пациент. Кто знает, что это такое? И что оно еще способно натворить? Кейн всегда был сбалмошным. Но он не дурак. Если с ним такое случилось, значит он не смог защититься. И может кто-то из нас на очереди? Верно, согласился Брэд. Рипли пристально смотрела на Ламберт. Та, не двигаясь, отвечала ей тем же, смотрела прямо в глаза Рипли. Возможно, я ошиблась, а возможно и нет. Надеюсь, что ошиблась. Во всяком случае, я исполняла свои обязанности. И давай больше к этой теме не возвращаться. Ламберт напряженно молчала. Затем коротко кивнула. Рипли с облегчением вздохнула. Изначально в сценарии фильма подразумевались романтические отношения между Рипли и Далласом. Попрошу пока запомнить этот факт. Хотя в окончательном варианте сценария эту линию убрали. Тем не менее, Дэн О'Беннон и Рональд Шусет хотели зайти еще дальше. Ведь предполагалось, что Рипли и Ламберт вступают в интимные отношения без обязательств с мужской частью экипажа. Что за нравы у них там в будущем? Однако и эту сюжетную линию забраковали. Но в окончательном варианте сценария один диалог между Рипли и Ламберт все же оставили. И он попал в новолизацию Фостера. Вдруг ей в голову пришла странная мысль. На первый взгляд совершенно неуместная. И в то же время Рипли чувствовала, что она полна особого смысла в их теперешней ситуации. Правда, почему ей так показалось, она не могла толком объяснить. Она взглянула на Ламберт, который собиралась задать один любопытный вопрос. И надеялась получить на него правдивый ответ. Иначе и затевать весь этот разговор не стоило. Подумав, Рипли решила, что Ламберт не обидится и не сочтет ее неделикантной. Ее ответу вполне можно будет доверять. Впрочем, чтобы Ламберт не сказала, большой роли это не сыграет. Просто у Рипли появилась маленькая навязчивая идея. И чем скорее она от нее избавится, тем лучше. Ламберт, ты когда-нибудь спала с Эшем? Нет. Сразу, нисколько не задумываясь, ответила Ламберт. Было ясно, что она говорит правду. А ты тоже нет. Они молчали немножко. Потом Ламберт равнодушно сказала. Не помню, чтобы он когда-нибудь интересовался мной. Вот и все, что сказала Ламберт. Вот и все, что узнала Рипли. Но факт этот не давал ей покоя. Он прочно засел у нее в голове. И она все время мысленно к нему возвращалась. Хотя и сама не могла объяснить почему. Была запланирована, так и не доснята сцена, в которой выжившие на тот момент члены экипажа Нострома в лице Рипли, Ламберт, Паркера и Эша хотят заманить чужого к шлюзу и выбросить его в открытый космос. Но вдруг включается сигнал анариной тревоги, который спугивает чужого. После этого инцидента Рипли еще больше начинает подозревать Эша. Что интересно, в DLC к игре Alien Isolation под названием Crew Expendable этот эпизод был полностью воссоздан. Так что все желающие могут ознакомиться с ним. Ну, кроме того обстоятельства, что капитан Даллас присутствует среди выживших. Однако я хочу привести фрагмент этой сцены из новолизации Остера. Очарованно разноцветными вспышками, чужой шагнул в люк. Теперь он был полностью внутри, хотя и не очень далеко от порога. Сколько он там пробудет, пока не соскучится или не заподозрит неладное? Закрывай их Рипли, сказал Паркер, прямо сейчас. Реакция Рипли была почти мгновенной, почти потому что все-таки кто-то опередил ее. Когда рука ее была на полпути к рычагу, неистово завыла сирена. Рипли и Ламберт в ужасе замерли. Рипли нажала на рычаг. Рев сирены спугнул чужого. Он сжался и выпрыгнул из люка одним гигантским прыжком. Дверь закрылась всего на секунду позже, сплюснув одну из его конечностей. Из нее тут же хлынула кислота. Чужой как-то странно заверещал. Звуки эти были похожи то ли на глухие стоны, то ли на мычание. Он рванулся вперед, оставив прищемленную лапу в двери. Обезумев от боли, он бежал вдоль коридора, не заметив замерзшего инженера, которого мимоходом толкнул и стукнул об стену. Через минуту он скрылся за ближайшим углом. Надрухтавшим на пол Паркером зажглась табличка. Внутренний люк закрыт. В книге сцена, где Эш нападает на Рипли, выглядела более логичной, чем нам показали в фильме. А то попытка удушения журналом стала уже притчей во языцах. Рипли бросилась вперед, ловко увернувшись от его цепких пальцев. Выбежав в коридор, она во весь дух помчалась к рубке. Она не кричала, было некогда, да и воздуха не хватало. В рубке было пусто. Рипли сумела увернуться от него и на этот раз. На бегу она успела нажимать на кнопки дверей перегородок, и они шумом опускались вниз, но каждый раз на секунду позже, чем надо. В конце концов он догнал ее в столовой. Паркер и Ламберт прибежали туда всего минутой позже. Сигналы опускающихся перегородок встревожили их. Что-то неладное происходило в районе рубки. Они поспешили туда и по дороге столкнулись с преследуемой и преследователем. Хотя они и не ожидали такого поворота событий, действовать они стали сразу. Ламберт вбежала в столовую первая. Она прыгнула Эшу на спину. В раздражении он отпустил Рипли, схватил штурмана и швырнул ее через всю комнату. Затем вернулся к своему прежнему занятию. Вцепился в горло Рипли, пытаясь задушить ее. Реакция Паркера была не такой быстрой, как у Ламберт. Зато она была более продуманной. Сам Эш одобрил бы тактику инженера. Паркер взял один из искателей, встал сзади Эша и изо всех сил ударил его по голове. Раздался глухой треск. Голова Эша отскочила в сторону. Искатель застрял в шее. Крови не было. Из раны, как из куска пня, торчали тонкие разноцветные провода. Эш тотчас отпустил Рипли. Он рухнул на пол, схватившись за горло и глотая воздух, как рыба на берегу. В самых ранних наработках сценария Дэн Абэнн и Рональд Шусет планировали показать разумность Чужого. Позже от этой идеи отказались, но в книге эти элементы вполне себе сохранились. Например, в сцене допроса Эша. «Дайте мне сказать последнее слово», — поспешно попросил Эш. Вроде завещание. Рипли заколебалась. «Ну, может быть, Чужой обладает разумом? Попробуйте наладить с ним контакт. Ты пытался это сделать? Это моя тайна, которую я унесу с собой в могилу. Рипли с силой дернула шнур». Были отличия в финальной разборке Рипли с Чужим. Чужой умудрался потерять одну из своих конечностей, а также пролить некое количество своей кислотной крови в шаттле. Пока попрошу просто запомнить этот факт. Остальные сцены или есть в самом фильме, или в специальной версии 2003 года. Что я могу сказать по итогу? Так уж получилось, что книгу Фостера мне было гораздо интереснее читать, чем смотреть фильм Сэра Ридли Скотта. Не поймите меня неправильно, но и всей трилогии, да, именно трилогии, вы не ослышались, о покождениях лейтенанта Рипли, первый фильм лично для меня самый слабый, по сравнению с Чужими и даже Чужим 3. В книге многие вещи смотрятся более уместно и логично, нежели в фильме. Всем любителям данной кинофраншизы и прочей научной фантастики могу смело рекомендовать эту новолизацию к прочтению. Вот и все, что лично я сумел подметить в этой книге, или с чем нужным вам рассказать. Там есть еще определенное количество мелких различий с фильмом, как собственно и почти в каждой новолизации. Тем не менее, автор мог дописать что-то от себя, предварительно согласовав это с представителями кинокомпании и в некоторых случаях даже со сценаристами фильма. Уверен, что почитав данную книгу, вы найдете для себя еще много чего интересного. Новолизацию же второго фильма от Джеймса Кэмерона писал все тот же Аллен Дин Фостер. Что в ней любопытно, так это нестыковки с первой книгой. Например, упоминание космического жокея, которого, как мы знаем, в первой новолизации не было. Рипли разделывалась Чужим точно так же, как это было в фильме, но не в книге, то есть следов его кислотной крови и отрубленной конечности нашатли нет. У чужих отсутствуют глаза и это подчеркивается. А также только начиная с этой книги упоминается дочь Рипли Аманда, так как это было новшество, придуманное Джеймсом Кэмероном. И на планете LV-426 есть несколько атмосферных процессоров. Но, как и в случае с новолизацией первого фильма, книга по мотивам второго писалась по окончательному сценарию, и ряд отличий там есть. В том числе и альтернативные версии сцен, сцены, которые не вошли ни в одну из версий фильма, или сцены, которые были запланированы, но так и не сняты. Мы же рассмотрим версию от издательства АСТ 2018 года выпуска в переводе Александры Давыдовой, Дениса Приемышева и Алисы Тугущевой. Так Рипли приглядывается Картеру Берку как мужчине. Двойные двери разошлись в стороны, пропуская во дворик Картера Берка. На миг Рипли увидела в нем мужчину, а не просто функционера компании. Возможно, это можно было считать признаком возвращения к Норду. Правда, ее влечение несколько нивелировал тот факт, что на момент обреченного рейса Нострома до рождения Берка оставалось еще два десятилетия. Хотя это не должно было иметь значения. Физически они были примерно одного возраста. Была сцена между Рипли и Берком во время перерыва слушаний по делу Нострома. «Они думают, что я псих». «Ты и есть псих», весело ответил Берк. «Возьми пончик. Шоколадный или пахтовый». Рипли с отвращением смерила взглядом предложенные кольца. «Ты их различаешь по вкусу?» «Нет, но цвета красивые». Рипли не улыбнулась ему, но и насмехаться не стала. На борту сулака Рипли понимает, что Бишоп — андроид по татуировке штрих-коду на его руке. Эффектная сцена с ножом из фильма тут отсутствовала. О сцене полета челнока колонии Надежды Хадли между Рипли и Хиггсом завязывается очень интересный диалог. Рипли благодарно кивнула Капралу. Молодое лицо, старые глаза. Повидал за свою жизнь больше, чем следовало бы. Вероятно, больше, чем ему хотелось. Тишина, последовавшая за монологом Хадсона, Рипли устраивала. Внизу и без того хватало истерии. В дополнительной она не нуждалась. «Не обращайте внимания на Хадсона», — сказал Капрал, наклонившись к ней. «Ни на кого не обращайте внимания. Все они такие, но в трудной ситуации лучше никого не найти. Если он стреляет так же хорошо, как Треплица, может, у меня давление чутка и упадет». Хиггс ухмыльнулся. «Насчет этого не тревожьтесь. Хадсон — компьютерный техник. Но он и специалист по ближнему бою, как и все прочие. И вы тоже?» Хиггс устроился поудобнее в кресле, собранный, уверенный, готовый ко всему. «Я здесь не потому, что хотел стать кондитером». Далее есть интересная сцена, в которой лейтенант Горман был ужален хвостом Чужого, из-за чего был парализован, в отличие от того, что нам показали в фильме. Вот эти фрагменты. На кончике хвоста у Чужого что-то было. Нечто серебристо-острое и сверхбыстрое. Оно хлестнуло и вонзилось лейтенанту в плечо. Тот закричал. Хиггс склонился над неподвижным Горманом и проверил его пульс. Рипли подошла к ним. «И как?» – натянута спросила она. «Сердце бьется медленно, но ровно. То же самое с дыханием и со всеми прочими жизненными показателями. Все замедлилось, но стабильно. Он жив. Если бы я не знал точно, то сказал бы, что он спит. Но это не сон. Думаю, он парализован». Когда Васкис отошла, Рипли склонилась над парализованным офицером и расстегнула на нем рубашку. Вместо прокула на плече было фиолетово. Оттуда не вытекало и капли крови. А сама крошечная ранка уже закрылась. Похоже, его ужалили. Или что-то вроде. Любопытно, не знала, что они так могут. Взгляд другой пары полуоткрытых глаз беспокойно метался из стороны в сторону. Это было единственным свидетельством того, что лейтенант Горман все еще жив. В каком-то смысле это говорило о явном улучшении его состояния. По сравнению с полным параличом, конечно. Рипли наклонилась над столом, на котором лежал лейтенант. Она изучила движение его глаз и гадала, узнает ли он ее. И как он. Вижу, у него глаза открылись. И этого может оказаться достаточно, чтобы он вымотался. Вишоп, работавший у ближайшего стола, поднял голову. Ему окружали инструменты и сверкающее медицинское оборудование. Цвет единственной мощной лампы, с которой работал синтет, контрастно высвечивал черты его лица, от чего оно выглядело зловеще. Ему больно? Нет, если верить его биопоказателям. Впрочем, вряд ли можно по ним судить. Я уверен, что он даст нам знать, как только восстановит контроль над гортанью. Кстати, я выделил яд. Любопытный состав, особый мышечный нейротоксин, воздействует только на нежизненно важные участки системы и не препятствует дыханию и кровообращению. Мне интересно, корректируют ли эти существа дозу для разных потенциальных носителей инстинктивно. Спрошу у кого-нибудь из них при первом же удобном случае, пока она смотрела одно из век лейтенанта, поднялось полностью, после чего снова опустилась. Или это был непроизвольный спазм, или он мне подбегнул. Ему становится лучше? Бишоп кивнул. Кажется, метаболизм перерабатывает токсин. Он мощный, но похоже, что тело в состоянии с ним справиться. Это уже видно по его моче. Удивительный механизм человеческое тело. Он хорошо приспосабливается. Если он продолжит без пауз выводить яд, то вскоре лейтенант должен прийти в себя. Присутствует эпизод встречи Бишопа с чужим, который не проявляет к андроиду особого интереса. Тем не менее, для самого фильма эту сцену так и не сняли. А вот сцена, где Рипли в гнезде чужих находит инфинцированного Берка, была снята, но ни в одну из версий фильма так и не вошла. Что-то вцепилось в нее, колени Рипли подогнулись, а дыхание покинуло ее, прежде чем она смогла закричать. Но рука была человеческой, а она тянулась от плененного тела, увенчанного знакомым лицом. Картер Берк. Рипли, его стол с трудом напоминал человеческий. Помоги мне, я чувствую его внутри, он шевелится. Она смотрела на него, но уже без ужаса. Такого никто не заслуживал. Вот, пальцы Рипли конвульсивно схватили гранату и вручили ее Берку. Приведя механизм в движение, женщина поторопилась прочь. А вот сломанного Бишопа Рипли оставила на палубе, вместо того, чтобы уложить его в капсулу. Гиперсна. Что я могу резюмировать по поводу новолизации второго фильма? Опять же могу рекомендовать это произведение фанатам чужих и всем любителям научной фантастики. Хотя глобальных откровений по сравнению с первой книгой здесь нет. Но лично я был рад прочесть это произведение. Теперь переходим к новолизации «Чужой 3», которую опять писал Алан Дин Фостер. Рассмотрим версию от издательства АСТ 2018 года в переводе Дениса Приемышева и Алисии Тугущевой. Честно говоря, отличий данной книги от специальной версии фильма 2003 года не так уж и много. Предлагаю рассмотреть и более, на мой взгляд, существенную. Так, например, гораздо расширена сцена встречи Рипли и Чужого. Возникший откуда-то хвост Чужого выбил фонарь у нее из пальцев. Тот упал на бетонный пол, закрутился, но не погас. Чувствуя нарастающее отчаяние, Рипли развернулась. Чужой смотрел на нее из-под паутины труп, где он отдыхал до этого, явно изучая. «Ах ты, сволочь!» — пробормотала Рипли, собираясь силами, а потом кнула трубой прямо ему в грудь. С ревербирующим ревом Чужой вырвался из лабиринта, и металлические трубы разлетелись в стороны, словно соломинки. Полностью проснувшись и насторожившись, тварь припала к полу напротив Рипли. С ее внешних челюстей капала густая железообразная слюна. Женщина не отступала, выпрямилась. «Давай, сволочь, убей меня!» Когда существо не отреагировало, она снова ударила его трубой. Взрывев, Чужой отбил удар и выпрямился, уставившись на Рипли. По ее лицу стекал пот. Она сверила тварь взглядом в ответ. А затем существо резко развернулось и исчезло в темноте. Рипли обмякла. Глядя ему вслед. Ублюдок! К сожалению, больше про эту книгу я сказать не могу, при условии того, что считаю этот роман лучшей новолизацией из всех книг о Чужих за авторством Алана Дина Фостера. Рекомендую к прочтению всю трилогию новолизации о Чужих всем любителям фантастики и фильмов этого цикла. Однако, дальше разругавшись с продюсерами, писатель отказался писать новолизацию следующего фильма. Вот что на этот счет нам пишет Википедия. Фостеру, как и многим, тоже не слишком сильно нравился итоговый сюжет и особенно убийство Хиггса и Ньют. Он предложил Уолтеру Хиллу свой вариант новолизации, в котором из-за поломки криокапсулы Ньют была вынуждена пребывать в ней в коме в ожидании спасателей. По мнению Фостера, это дало бы Рипли лучший стимул на продолжение борьбы, сделав ее финальное самопожертвование более эмоциональным. Хилл грубо отказал ему в этой просьбе, и из-за этого Фостер тоже пошел на принцип и впоследствии отказался от предложенной ему работы над новолизацией Чужое Воскрешение. К слову, в книгах от АСТ из цикла Чужой против Хищника всегда была краткая справка об авторах. И раз мы подошли к своего рода финалу истории злоключений лейтенанта Эллен Рипли, то давайте посмотрим, что АСТ написали об Алане Дине Фостере. Аллен Дин Фостер известен как автор новолизации серии фильмов Чужие, а также серии Звездные войны и Трансформеры. В 2008 году писатель получил звание Грандмастера премии Scribe Awards. Аллен Дин Фостер является автором не только литературных переложений фильмов. Его оперу принадлежат такие бестселлеры, как популярная серия Пип и Флинкс, цикл Основание Содружества и многие другие. Так что новолизацию Чужое Воскрешение уже писала Энт Кэрол Криспи. И роман мало чем отличается от специальной версии фильма 2003 года, созданной Жан-Пьером Жене. Разница заключается только в концовке. У Криспин она близка к театральной версии. Мы же рассмотрим первое и пока единственное русское издание данной книги 2019 года от АСТ в переводе все тех же Дениса Приемышева и Алисы Тугущевой. Любопытно, что АСТ выпускало уже второе издание романа с небольшой редакторской правкой от 2014 года, уже после смерти автора. Однако и тут есть одна интересная особенность. Криспин в своей новолизации, в отличие от Фостера, показывает события со стороны чужих, в то время как Фостер это делал только с точки зрения людей. Сейчас я вам зачитаю один такой фрагмент. Огромный воин хлестнул хвостом, передавая все, что он думал, планировал и чувствовал своим братьям и своей королеве. Королева, его мать, послала в ответ любовь и одобрение. Все случится скоро. Воин об этом позаботится. А этот маленький человек, этот Гэдимэн, станет первым. Первой маткой. Первой едой. И он проживет достаточно долго, чтобы это понять. Воин позаботится и об этом тоже. Королева одобрила. Также были эпизоды в виде флешбеков экипажа Бетти. Например, читателям рассказывали, как Врис стал инвалидом. Он надгнулся над Врисом. Посреди жуткого болота. В спине товарища торчал осколок шрапнели. Он вспомнил, как Врис кричал сквозь рыдание. Убирайтесь, оставьте меня. Если вы меня не оставите, то все умрете. Он вспомнил, как Элджин оскалился. Врис, а не заткнуться ли тебе нахрен? И кивнул Кристи. Он вспомнил, как Хиллард привязывала искалеченного товарища к его спине. Как Джоннер ворчал все это время. Если нас перебьют, ублюдок-то эдакий, я к тебе привидением являться буду, скотина. Они уже почти выбрались, когда наткнулись на ту засаду, в которой Джоннер заполучил свой шрам на лице. Он винил Вриса за то, что перестал быть чертовским красавчиком. На том их дружба и закончилась безвозвратно. Мне эта новолизация показалась менее интересной, в отличие от предыдущих. Хотя тут могла сказаться и слабая составляющая фильма, несмотря на все старания автора. Как говорил Старина Дач, не скажу, что фильм плохой, но худший из лучших. Рекомендовать к прочтению эту книгу я могу только в двух случаях. Первый, если вам очень нравится четвертый фильм. И второй, если вы большой фанат вселенной Чужих. Все остальные можете просто проходить мимо. Ну а теперь настало время почитать, что АСТ написали про автора. Энкерл Криспин. Автор бестселлеров по версии New York Times, написавшая 24 романа, в число которых входят работы по вселенным «Звездный путь», «Звездные войны», «Ви» и «Пираты Карибского моря». В 2013 году ее назвали грандмастером в рамках International Association of Media Tier in Writers. А мы продолжаем. Нежданно-негаданно в 2017 году вышел роман Аллен Дина Фостера «Чужой завет. Начало». И тут есть несколько нюансов. Первый, что это именно собственный роман писателя по вселенной Чужих. И второй, что это литературный приквел к фильму «Чужой завет». Дело все в том, что когда несколько лет назад новолизации стали входить снова в моду, то стало также модно делать и литературные приквелы к фильмам. Поэтому я предлагаю рассмотреть данный роман поподробнее. Тем более, что и его, и новолизацию «Чужой завет» написал один автор. Опять издание ТСТ 2018 года выпуска в переводе «Ставших нам почти родными» Дениса Приемышева и Алисы Тугущевой. И раз эта книга со своим собственным сюжетом, предлагаю начать с аннотации на обложке. «Миссия завета» – самое амбициозное мероприятие в истории Вейланд-Юттен. Корабль, направляющийся к Регея-6 и несущий 2000 колонистов за пределы известного людям космоса, способен изменить судьбу корпораций и будущее всего человечества. Тем не менее, есть те, кто готов умереть, лишь бы сорвать миссию. В то время как «Завет» парит на околоземной орбите, несколько случаев насилия вскрывают ужасный заговор, направленный на саботаж запуска. К счастью, пока капитан Джейкоб Брэнсон и его жена Дэниелс завершают приготовление к старту, начальник службы безопасности Дэниэль Лопе вербуют еще одного ключевого для всей команды члена экипажа. Вместе они стремятся остановить преступников до того, как звездолеты и его пассажиры могут быть уничтожены. Новый роман прославленного Ауна Дина Фостера не только раскрывает перед читателями мир, остающийся за спиной отважных колонистов. Это официальная хроника событий, которые привели к происходящему в новейшей главе любимой миллионными киносерии «Чужой». Если чуть поподробнее, то по сюжету кто-то пытается саботировать запуск «Завета» всеми возможными способами вплоть до попыток теракта, убийства и захвата заложников. Притом люди, совершающие эти попытки, являются сотрудниками Вейланд Индастрис и Ютания Корпорейшн. Компаний, которые этот самый «Завет» и запускают. Из книги мы лучше познакомимся с экипажем «Завета». Узнаем историю создания андроида Уолтера, нам расскажут, от чего люди решили колонизировать дальний космос, почему на «Завете» был только один челнок, а также, как устроены корпорации Ютани Корпорейшн и Вейланд Индэстрис, в том числе и как произошло их объединение. Слабенькая, но в рамках серии интересная детективная составляющая. В романе есть несколько сюжетных линий, часть из которых можно считать побочными. Например, всю ту же историю создания Уолтера. К основному сюжету можно отнести линии генерального директора Хидео Ютани в Токио, начальника службы безопасности «Завета» Даниэля Лопе и его нового рекрута Сары Розенталь в Лондоне, который представляет из себя детективную линию, а также организации ТИБИДИ, которая и пытается сорвать старт «Завета» из заведений своего пророка Дункана Филдса. Вот про этого самого Дункана Филдса и стоит поговорить чуть поподробнее, ибо это единственное место в романе, где чужие упоминаются. Монстры, ужасающие когтистые твари, они ждут меня, ждут нас всех. Правой рукой он махнул рукой в потолок. То же самое, что я вижу месяцами, годами. Я вижу их, слышу их, обойняю их. Во снах человек не должен чувствовать запахи, но я чую. Это ни с чем не спутать. Запах резкий и очень отчетливый. Они знают, что я среди них, и одновременно не знают, продолжил он. Когда они пытаются добраться до меня вслепую, я пытаюсь инстинктивно уклониться. Роман вышел достаточно интересным, несмотря на некоторую шерховатость. Однако рекомендовать его к прочтению я могу только ярым фанатам Чужих. Остальным, я думаю, он будет не столь интересен. Сделаем пока небольшое отступление. В 2012 году Джой Спайсом и Дэймондом Линделофом была написана новолизация фильма «Прометей». Как вы знаете, этот фильм является приквелом ко всей франшизе Чужих. Но в те годы был большой спад на книжные адаптации фильмов. Потому данное произведение вышло только в Японии на японском языке и больше нигде не издавалось на момент создания данного видео. Так, собственно, к чему я клоню? «Чужой завет» является прямым продолжением «Прометея». Режиссером обоих фильмов выступил хорошо нам известный сэр Ридли Скотт, так что без просмотра того же «Прометея» некоторые вещи в «Завете» будут не очень понятны. И такая же проблема есть и с новолизацией Алана Дина Фостера, даже несмотря на литературный приквел «Чужой завет. Начало», в котором, казалось бы, вкратце можно было описать ключевые события «Прометея». Собственно, начиная читать приквел, я так и думал. Но «Чужой завет. Начало» — самодостаточное литературное произведение, не требующее прочтения других книг цикла о «Чужих» и просмотра фильмов. А из событий «Прометея» там упоминается только исчезновение экспедиции Питера Уэйленда, да кое-что про создание андроида Дэвида. Пускай в новолизации самого «Завета» кое-что нам объясняют из событий «Прометея», но выглядит это достаточно скомканно. Да и некоторые вопросы после прочтения остаются. А теперь настало время прочесть фрагмент из новолизации «Чужой завет» версии от издательства АСТ 2017 года выпуска. В переводе хорошо знакомых нам Александр Давыдовый, Дениса Приемышева и Алиса Тугущевой. «Как меня зовут?» На лице Уэйленда отразилась растерянность. В конце концов, он не был готов абсолютно ко всему. Секунда ушла на импровизацию. Качество иногда не менее важное для достижения успеха, чем подготовка. «Сам не скажи. Выбери имя. Твое первое действие в рамках самоопределения». Оно он осмотрел комнату. В обстановке было множество вдохновляющих вещей. Его мысли осваивали новые пути. Выбор не должен был оказаться слишком сложным или слишком быстрым. Имя должно быть значимым, но удобным для произношения и легко запоминающимся, без эмоциональной навязчивости. Оптические сенсоры остановились на статуе Давида работы Микеланджело, выточенной из карарского мрамора. Оно он различал небольшие бугорки и выбоины, оставленные зубилом. Возможно, это была копия, но созданная настоящим творцом. Не обязательно в этом крылось противоречие. Он подошел ближе. Давид. Работа Микеланджело Ди Ладовико Вона Ратти Симонни, завершенная и установленная летом 1504 года. Мы Дэвид. Оно он протянул руку и коснулся камня. Тот был холодным, сухим, неподатливым. Не человек и вместе с тем так на него похож. Прекрасный и холодный. Идеален во всех отношениях, согласился Вейланд. Дэвид, пробормотал он, и нашел, что его имя, произнесенное вслух, в этой прекрасной дорогой стерильной комнате, звучит удовлетворительно. И вот теперь настала очередь делать выводы по поводу этой книги. Читая Чужой Завет начала, после Чужой Воскрешения, я радовался, что это был более-менее приличный роман по Чужим, в котором главные герои вели себя адекватно и логично. Но в новелизации Чужой Завет они ведут себя как стадо конченных дегенераторов, что сильно смазывает ощущения от литературного приквела. Честно говоря, не могу сказать, что новелизация от Фостера была плоха. Но, видимо, сам материал, что ему достался, не выдерживал никакой критики. Я так и не смотрел ни Прометея, ни Чужой Завет. И знаю о них только по обзорам. Так что мне сложно судить об этих фильмах. Но что Чужой Воскрешение, что Чужой Завет, я считаю очень слабыми книгами из всех, что мы рассматриваем в этом выпуске. И, когда, казалось бы, надежды уже не было, выходит новелизация видеоигры Чужой Изоляции, которую написал Кит Роберт Андреаси де Кандидо. При том, книга выходит спустя 5 лет после выхода самой игры. А в 2020 году она была издана издательством АСТ в переводе все тех же Дениса Приемышева и Алисы Тугущевой, которые мы и будем рассматривать. И вот тут очень любопытный нюанс. Где-то треть книги повествования это флешбеки Аманды о ее матери, Эллен Рипли. А также попытки Аманды до событий игры найти свою мать. То есть, все, что оказалось за кадром в видеоигре. Пол подошел к стойке и остановился перед большим одетым в униформу человеком, что за ней сидел. Вы отец девочки? Приемный отец, да. Я Пол Картер. Девы, черт возьми, ее нашли. В терминале Терешкова. Она просто бродила там, пока кто-то, наконец, не спросил, что она там делает. Мама должна была быть там, закричала Аманда. Она вскочила со скамейки и побежала к стойке. Она обещала. А она назвала имя своей матери. Офицер говорил с Полом так, словно Аманды там и не было. Мы проверили. Но в расписании прибытий не было Эллен Рипли. Мы проверили заодно расписание за всю неделю. И расписание на следующую. Ничего похожего. Но она обещала. Аманда затопала ногами, чего не делала уже давно. Извините, сержант, сказал Пол. После чего опустился на колено, чтобы посмотреть Аманде в глаза. Малышка, разве ты не помнишь, что сказала та женщина из компании? Она сказала, что корабль Эллен пропал без вести. Они ее еще не нашли. Нет, она соврала, и ты врешь. Все вы врете. Мама обещала, что вернется. Из книги мы узнаем, что у Эллен Рипли был роман с капитаном Далласом. О чем я упоминал почти в самом начале этого выпуска. С полсекунды Пол просто смотрел на протянутую ему ладонь. После чего, наконец, пожал ее. Привет. Вы с Рипли вырастили славную дочку, сказал Даллас. Уверен, вы хорошо о ней позаботитесь, пока мы будем там. Пол смутился, словно не знал, что ответить. Потому он ничего и не сказал. Но если капитан Даллас это и заметил, то никак не отреагировал. Ну, мне пора двигать, сказал он. Увидимся на борту, Рипли. Ма кивнула. Как только Даллас скрылся из вида, Пол наконец-то вспомнил, как говорить. Ты спишь с этим типом, да? Он мой босс. И что? Как еще ты могла заполучить эту лакомую должность? Определенно, Ма больше не была расслаблена. Это называется. Я хорошо делаю свою работу и горжусь этим. Зло ответила она. Некоторые главы начинаются с сообщений из терминалов или выдержками из аудиожурнала. При этом часть из них взята из самой игры. Часть в игру не вошла. А еще некоторое количество было написано самим автором для новелизации. Уведомление. Отправитель. Доктор Лиза Соха. Медицинское учреждение Сан-Кристобаль. Получатель. Доктор Тирсирис Линград. Маршал Джетра Уэйтс. Дата 29 ноября 2137 года. Мы обнаружили оставшихся трех членов экипажа Анисидоры. Двое мертвые. И третий скорее всего вскоре последует за ними. Аллан Микс находится в коме и помещен в стазис. На его лице те же шрамы, какие мы уже наблюдали на жертвах существа, которое закрывает голову человека и внедряет в тело паразита. Внутри мистера Микса находится развивающийся чужеродный организм, из-за чего он и был помещен в стазис. Дина Льюиса затоптали насмерть, когда чужой появился в столовой. Криспина Хейтса мы смогли опознать только по ДНК, поскольку его лицо сильно повреждено выстрелом. Судя по следам пороха на руках и углу, под которым прошла пуля, он убил себя сам, случайно. Согласно предоставленным помощникам маршала Гарсии записям с камер наблюдения, мистер Хейтс пытался застрелить одного из разносчиков-паразитов, который собирался закрепиться на его лице. В паразита мистер Хейтс не попал, но ему, несомненно, удалось предотвратить заражение. Смерть была мгновенная. На данный момент капитан Марлоу является единственным выжившим членом экипажа, корабля, который привез этот кошмар на станцию. Тем не менее, вставе не обошлось, как я считаю, без главной проблемы новолизации видеоигр. Это описание геймплея. Очень редко каким авторам удается это преодолеть, и данная книга не стала исключением. Хотя справедливости ради, отмечу, что это мое личное суждение, и таких мест в романе немного. Оглядевшись еще раз, она какое-то время не находила больше ничего полезного, пока не наткнулась на батарейку для Халфина. Эврика. Если ей предстояло снова куда-то идти, лучше было подготовиться. Сначала Аманда потратила почти час на то, чтобы собрать дымовую бомбу. Не хватало только спусковой системы, но ей удалось найти и разобрать пульт дистанционного управления. Детали вполне сгодились. И, по моему мнению, это самая лучшая книга новолизации о чужих. Правильнее было сказать, конечно, что это своеобразный гибрид, 65% которого являются именно новолизацией игры Alien Isolation, а 35% романом по мотивам со множеством дополнений. Так сказать, два в одном. Подробнее я ее обсуждать дальше не буду, потому что про эту книгу и так можно снять целый отдельный выпуск. А у нас и без того хронометраж уже большой. Рекомендовать эту книгу я могу абсолютно всем. В первую очередь фанатам чужих, тем, кто прошел игру, а также тем, кто по тем или иным причинам ее пройти не смог, ибо читал ее просто жадно и взахлеб. Ну и, конечно, по традиции издание АТСТ предлагаю рассмотреть, что же они написали про автора. Предыдущей работой Кита Декандидо «В мире чужих» и сиквелов стал рассказ не для прессы, вышедший в антологии «Чужие. Охота на жуков. 2017 год». Писательская карьера Декандидо насчитывает 25 лет. Автор работал более чем в 30 различных лицензированных вселенных, включая телевизионные сериалы «Звездный путь» и «Сверхъестественные». Игровые миры «Dangerous in Dragon» и «World of Warcraft». Фильмы «Тачки» и «Серентити». Комиксы «Человек-паук» и «Тор». Действие оригинальных работ разворачивается как в выдуманных городах «Клиффс Энд» и «Супергороде», так и в более-менее настоящих «Нью-Йорке» и «Ки-Уэсте». В 2009 году Международная ассоциация авторов новолизации присудила Декандидо пожизненную награду. Это означает, что ему уже никогда не нужно будет ничего добиваться. Ну что ж, дорогие друзья, пора подвести общие итоги сегодняшнего познавательного выпуска. И вот что я могу сказать. Всем к ознакомлению могу рекомендовать оригинальную трилогию от Алан Дина Фостера. А также настоятельно рекомендую ознакомиться с книгой «Чужой изоляция» от Декандидо. Особенно если вам не безразлична вселенная «Чужих». Уже по желанию могу рекомендовать «Чужой завет. Начало» от все того же Фостера. Роман явно неплохой, но и не шедевр. И только если вам понравятся все вышеназванные книги, при этом вы большой фанат «Чужих», то на свой страх и риск можете прочесть «Чужой воскрешение» от Криспин, а также новолизацию «Чужой завет» от Фостера. Ну а на сегодняшний день это все. С вами был Барин. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры сделал DimaTorzok